В Чувашии начался отопительный сезон. ТГК-5 подключила к теплу всех потребителей социальной сферы и жилого фонда в Чебоксарах и Новочебоксарске. Готовность электростанции и тепловых сетей филиала Мариэлла Чувашии к работе в осенне-зимний максимум уже проверили специальные комиссии. Подписаны акты, вручение паспортов готовности состоится в ближайшие дни. О задачах качественного и надежного снабжения потребителей энергетики рассказали на пресс-конференции. Электроцентраль и магистральные сети филиала Мариэлла Чувашии ТГК-5 в техническом отношении к началу топительного сезона готовы. Ремонтная кампания выполнена в полном объеме. Сделан запас резервного топлива. Только на техническую реконструкцию, перевооружение энергообъектов в этом году направили 680 миллионов рублей. В числе успешно завершенных дел пуск новые машины на Новочебоксарской ТЭЦ-3, замена магистрального трубопровода вдоль улицы Николаева, выполнение программы ГВС-2.0 по сокращению сроков отключения горячей воды и в ближайшие годы полного отказа от сезонных ограничений. Сейчас в Новочебоксарске, где компания является единственным поставщиком ресурсов, перерыв подачи горячей воды составляет всего 8 дней. Первые мероприятия были еще в позапрошлом году. Этот весь год мы уже готовились целенаправленно. Закуплено оборудование для уменьшения прессовок, диагностика, экспертиза. Есть города уже, где не отключаются. На старте нового отопительного сезона большие опасения вызывают неплатежи. Задолженность предприятия коммунальной технологии составляет более 450 миллионов рублей, что негативно может сказаться на режиме теплоснабжения. На сегодняшний день, по словам энергетиков, оно не имеет ни одного наряда на отпуск тепла. ТГК-5 предложила всем муниципальным и бюджетным организациям, запитанным от Чебоксарской ТЭЦ-2, перейти на прямые договорные отношения. У нас даже тарифы дешевле. Все непонятно, как управляющие компании, муниципальные, республиканские, федеральные, либо они не понимают, что эти деньги должны экономить. Мы сейчас опять разослали, чтобы к нам пришли с 1 октября. Сейчас даже предлагали рассрочку 2 месяца с учетом перехода управляющей компании. Решение проявится с перехода с 1,12 на 1,7. Сейчас управляющая компания довольно тяжелое финансовое состояние, и это могло бы им помочь. Энергетики инициируют еще один проект – создание в Чебоксарах на базе собственного имущества и активов муниципалитета совместной теплосетевой компании. В этом случае тепло будет идти непосредственно от производителя до конечного потребителя, что обеспечит бесперебойное и качественное снабжение. Управление системой теплоснабжения города находилось в одних руках. Единое предприятие, так скажем, Чебоксарские тепловые сети, которые будут заниматься как единая теплоснабжающая компания по всему городу, для того, чтобы во всем городе был единый тариф. Определенные надежды в ресурсоснабжающие организации связывают с новой схемой теплоснабжения столицы республики. Энергетики готовы помочь в развитии города, поскольку компания обладает большим научным, инженерным и финансовым потенциалом.